Какие страхи и опасения относительно возможного возвращения под контроль украинской власти царят на неподконтрольных территориях? Мы опросили всех своих знакомых в Донецке, Луганске и других населенных пунктах неподконтрольного Донбасса. А также пообщались с общественниками, которые работают с этой темой и постарались собрать и разложить по полочкам самые основные страхов. Давайте разбираться. Первое. Продолжение боевых действий. В первую очередь люди в Донецке и Луганске боятся продолжения острой фазы конфликта с обстрелами, гибелью мирных жителей и неразминированной территорией. Второе. Физическая безопасность в случае реинтеграции. В случае завершения боевых действий и реинтеграции в Украину люди больше всего боятся за безопасность себя и своих близких. Этот блок страхов очень широк и детализирован. Многие считают, что их ждет расправа со стороны Украины, зачистки неугодного населения, особенно тех, чьи родственники служили в военных и силовых структурах группировок ЛДНР. Действительно, есть люди, которые считают, что Украина может создать фильтрационные лагеря и кратильные батальоны националистов для зачистки Ордло. Жители Донецка и Луганска опасаются, что будет введено наказание за двойное гражданство. СБУ будет принуждать мирных жителей к сотрудничеству, клевете и доносам, что будет проводиться призыв на срочную службу вооруженные силы Украины, где над ними будут издеваться из-за происхождения или различия политических взглядов. Еще людей волнует вопрос, а кто будет решать, кого казнить, а кого помиловать? Третье. Непризнание документов и прав собственности. Третий большой блок страхов, связанных с возможной реинтеграцией, это страхи, связанные с непризнанием документов и прав собственности, стажа трудовой деятельности, опасения, что Украина так и не выплатит жителям долги по заработной плате и пенсии. Четвертое. Язык и культурные различия. Четвертый блок – это вопросы идентичности, языковой, культурной, духовной. В этот блок входят опасения насильственной украинизации, декоммунизации, переименования, снос памятников, захват православных храмов, запрет детям изучать русский язык в школах и тому подобное. Пятое. Организация власти и правопорядка после реинтеграции. Еще один вопрос, который волнует людей по ту сторону блокпостов. Кем и каким образом будет осуществляться контроль правопорядка в случае реинтеграции в Украину? Будут ли наказаны за военные преступления виновные со стороны Украины? Как будет проходить порядок назначения руководства на данных территориях? Опасения, что диалога между властью и народом не будет. Опасения, что в случае реинтеграции правительство Украины не допустит местных коренных жителей этих территорий баллотироваться в органы государственной власти и местного самоуправления. Шестое. Отношения с РФ. В этом блоке главный страх в том, что Украина может закрыть границы с Российской Федерацией. А ведь у многих жителей Ордло там родственники. Седьмое. Финансовые экономические вопросы. В последний блок мы выделили вопросы роста цен на коммуналку, за жилье и даже просто в магазинах. Также люди боятся того, что медицинское обслуживание станет платным. Еще присутствует страх, что разрушенное жилье и инфраструктура населенных пунктах в Ордло так и не будет восстановлено властями Украины.